Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о функциях, определяемых пользователем. Их называют пользовательские функции. Рассмотрим понятие пользовательской функции, создание пользовательской функции, ну и вызов пользовательской функции. В языках программирования обычно имеются два типа под программу. Это процедуры, по отношению к базам данных называют ухранимые процедуры, и функции, определяемые пользователем или пользовательские функции. Хранимые процедуры, как мы уже знаем, состоят из нескольких инструкций. При этом они могут иметь входные параметры, могут не иметь входной параметр, но обычно хранимые процедуры не возвращают никаких параметров. В отличие от хранимых процедур, функции всегда возвращают результат, он единственный, и могут быть использованы непосредственно выражения. Функции пользователя представляют собой самостоятельные объекты базы данных. И они обычно располагаются в определенной базе данных и доступны только в ее контексте. Все пользовательские функции делятся на два вида. Это скалярные функции, функции, которые возвращают число или текст, то есть одно или несколько значений, но при этом несколько значений, то есть текст, подразумевает что-то как один результат. И табличные функции, функции, которые выводят результат в виде таблицы. Таблица тоже одна, поэтому считается, что результат единственный. Для создания пользовательской функции мы используем команду create, так как мы создаем объект базы данных. Далее мы указываем, что мы создаем, это function. Далее указывается имя схемы базы данных и имя нашей новой функции. В скобках мы указываем аргументы. Имя аргумента, тип, по умолчанию значение. То есть значение по умолчанию может быть, может не быть. Функция может иметь несколько аргументов, поэтому через запятую точно таким образом мы описываем остальные аргументы. Следующий параметр – параметр return. Параметр return указывает, что возвращает наша функция. Она может вернуть скалярное значение, поэтому может быть тип здесь скалярного значения. Например, int, тогда будем понимать, что наша функция возвращает целое число. Либо же она может вернуть table, то есть целую таблицу. Необязательное предложение with inscription, либо схема базы. Данное предложение что означает? With inscription в системном каталоге кодирует информацию, содержащую текст инструкции к read function. Таким образом предотвращается несанкционированный просмотр текста, который был использован для создания функции. Данная опция позволяет повысить безопасность системы баз данных. Альтернативное предложение схема banding привязывает определяемую пользователем функцию к объектам базы данных, к которым эта функция обращается. После этого любая попытка модифицировать объект базы данных, к которому обращается функция, претерпевает неудачу. Привязка функции к объектам базы данных, к которым она обращается, удаляется только при изменении функции, после чего параметр схема banding больше как бы не задается. Следующая строка — as, и само блок — это тело функции, либо если табличный результат, то дарит он и результат, сам запрос. Таким образом мы хотим получить выборку, чтобы выборка попала как результат тэбл. Когда мы указываем тип, возвращаемый пользователем функции, мы можем указывать любой тип данных, который определен в SQL сервере, за исключением timestamp. То есть вот этот тип нельзя использовать как возвращающий тип. Все остальные типы данных можно использовать в Rituals. Для того, чтобы во время создания функции использовать предложение схемы banding, объекты базы данных, к которым обращается функция, должны удовлетворять следующим условиям. Во-первых, все представления и другие определяемые пользователем функции, к которым обращается эта функция, должны быть привязаны к схему. Все объекты базы данных, таблицы представления EOP, должны быть в той же самой базе данных, что и определяемая функция. При создании пользовательской функции, мы сказали последним, является блок, параметр блок, который определяет непосредственно тело функции, либо набор инструкций. Этот параметр определяет блок begin-end, содержащий реализацию функции. Внутри блока begin-end разрешается только следующая инструкция. Инструкции присвоения, такие как set, инструкции для управления ходом выполнения, такие как while и if, инструкции declare, объявляющие локальные переменные, инструкции select, содержащие списки столбцов выборки с выражениями, значения которых присваиваются переменным, являющимися локальными для данной функции. Инструкции insert, update и delete, которые изменяют переменные с типом данных table, являющиеся локальными для данной функции. Например, рассмотрим пример создания скалярной пользовательской функции. create function, создаем объект, функцию назвали computerCost. Эта функция имеет единственный аргумент, который заключен в круглых скобках. Аргумент у нас целочисленный, по умолчанию имеет значение 10. Аргумент назвали percent. Функция возвращает число с фиксированной точкой. Это параметры фиксации. Дальше. Блок begin-end, то есть само тело функции. В нашей функции мы сначала объявляем две переменные. Переменные additionalCost и переменные somebody. Обе переменные, типа deck, либо the seminal, это переменные с фиксированной точкой. Далее наша функция выбирает с помощью оператора select из таблицы project по столбцу budget, определяет сумму значений элементов данного столбца и записывает нашу переменную сам budget. Это наша внутренняя переменная. Далее вычисляется значение по формуле. То, что мы нашли только что, сам budget, умножается на аргумент по умолчанию 10, деленное на 100, то есть это процент. И вот это выражение, что мы получили, присваивается нашей новой переменной additionalCost. Далее, то, что мы нашли, возвращается как результат функции return additionalCost. Конец нашей функции. Для того, чтобы вызвать определяемую пользователем функцию, мы можем использовать инструкции transact.sql, такие как select, insert, update или же delete. При вызове функции, когда для ее параметров не определены значения по умолчанию, то нам придется для всех этих параметров предоставить аргументы в том же порядке, в каком эти параметры определены в инструкции createFunction. Как и для любых пользовательских функций, для любого языка программирования, в каком порядке вы здесь показали аргументы, в таком порядке вы должны указать при вызове функции, во-первых, и во-вторых, нужно учитывать тип. Если вы указываете, что аргумент интовый, то, значит, вы обязательно должны дать значение интовое. Например, вот мы созданную функцию нами только что, мы используем в выражении. Мы выводим из таблицы project поля project know и project name, такие, что значение поля budget должно быть меньше от значения, которое вернет наша функция. Еще раз вернусь к функции. Функцию мы назвали computeCost с одним аргументом. Так вот, мы возвращаем значение вот этой функции с аргументом 25, не 10 по умолчанию, а 25. То есть здесь будет какое-то число, число типа десима, то есть с фиксированной точкой. И наш бюджет должен быть меньше, чем значение этой функции. При вызове пользовательской функции обязательно используем дебо, это как схема. Если бы мы при вызове таблицы говорим просто меньше, там, значение поля, либо просто from project как таблица, то если здесь указывается функция, обязательно перейти к дебо. Второй тип пользовательских функций – это функции, которые возвращают табличное значение. Функция является возвращающей табличное значение, если ее предложение Returns возвращает набор строк. Такие функции могут делиться на два вида. Это встраиваемые функции – inline и многоинструкционные функции – multistead. Если предложение Returns, ключевое слово table, указывается без сопровождающего списка столбцов, такая функция является встроенной. Инструкция Select встраиваемые функции возвращает результирующий набор в виде переменной с типом данных table. Многоинструкционное возвращающее табличное значение функция содержит имя, определяющее внутреннюю переменную с типом данных table. Этот тип данных указывается ключевым словом table, который следует за именем переменной. В эту переменную вставляются выбранные строки, и она служит возвращающим значением функции. Мы рассмотрим пример создания табличной функции. Create function, назвали Employees in Project, также имеет один аргумент, типа чар. Аргументы в скобках. Реторм – функция вернет таблицу. Тело функции – вернет вот этот запрос, на что мы этот запрос записали в реторме. Что делает наш запрос? Он выбирает значение поля MFNAME, MLNAME из таблиц works on и employer, где есть связь таблиц. Employer app null равно works on, employer null и project null равняется наш аргумент. То есть данные из двух таблиц, и связь идет по полям MFNAME и MFNAME, таблицы MFNAME и Vox on. И еще аргумент должен быть тот, который мы задали здесь. По умолчанию его нет. Чтобы вызвать табличное значение функции, мы используем select, что мы выбираем. А так как мы функции сказали только что, что нам нужно вернуть MFNAME и MFNAME, то здесь мы указываем все, is employs in project, employs in project – это наша функция, с аргументом P3. Так как функция, определяемая пользователем, это объект базы данных, то любые объекты базы данных можно модифицировать. Модификация объектов у нас осуществляется с помощью alter function. Структура alter function точно такая, как и create function. Для удаления объектов мы используем drop function и далее имя функции, которую мы хотим удалить. Итак, сегодня мы с вами на занятии посмотрели функции, определяемые пользователем. Сказали, что любая функция, так как этот объект создается с помощью create function, мы ждали имя в скобках аргументы и параметры этой функции. Для вызова функции мы можем указать select. Функцию можно использовать непосредственно в выражениях. Использование функции, так же как и хранимых процедур в базах данных, позволяет управлять авторизацией доступа к данным, позволяет создавать контрольные записи действий с базами данных, принудительно обеспечивать целостность данных и бизнес-правил применения модификации данных, улучшает производительность повторяемых задач, но функции пользователя, в отличие от хранимых процедур, всегда имеют результат, он единственный, и этот единственный результат, даже если это таблица, будет считаться как один результат, а не как несколько значений. На экране вы видите вопросы для самоконтроля, на которые вы должны уметь ответить. Есть список рекомендуемой литературы. На этом сегодняшнее наше занятие завершено.